Время перемирия, хоть и такого шаткого, как сейчас, на самом деле, согласитесь, это возможность укрепить украинскую армию. Ну, а тем более, нужно готовиться не только к новому витку военных действий, о которых много говорили политики, здесь у нас в студии, говорят с других телеэкранов, но и к зиме готовиться. К зиме, которая уже не за горами. Министерство обороны МВД рапортует о поставках аптечек, бронежилетов, новой форме. Но вот так ли это на самом деле? Инна Белецкая пообщалась с военными только из одной бригады. И вот что она узнала. Они вернулись домой, с Восточного фронта в Западную Украину. Эти солдаты и офицеры удерживали Луганский аэропорт. До команды отступать. После месяцев ада пытаются привыкнуть к мирной жизни. Их раны заживают. Но память упрямится. Зараз мы выполним боевое завдание в Международном аэропорту Луганск. Вот где место подвигу. Последние два дня они противостояли регулярной российской армии. Наступала Псковская дивизия. Российские десантники шли на украинских. У нас лишилась только 80-я бригада. И там еще какие-то мелкие воды. Захиста у нас практически не было. Это были два танки, которые лишили. Нам 24-я, по-моему, бригада. Но они практически не працюючие были. У одного танка башня не крутилась. Обычки пулемет не стреляли. А у другого он вообще не работал. Не знаю, что с ним было. Гаубица у нас была где-то штук 6, по-моему, и минометов где-то штук 8. И вот этим мы обороняли аэропорт. Подвиг украинских десантников оценили даже террористы. По время штурма, когда надежды выжить уже почти не оставалось, этот парень пообещал себе вернется, расскажет правду. В первую очередь о командире бригады. Боец не показывает лицо не потому, что боится за себя. Бояться он перестал еще там, на востоке. Но угрожают друзьям. Их попросили снять бронежилеты, которые им дали волонтеры, а не армейское руководство. Где теперь бронежилеты и многое другое. Десантники их родители пришли спросить у командиров бригады. Ишли допомоги, гуманитарная допомога, что населалась нам. Вместо того, чтобы раздавать людям, они продавали все эти вещи, распродавали. Сегодня я хочу встретиться с этим парнем с великими погонами и задать ему вопрос о том, почему, пребывая в зоне АТО, он тупо кидал детей, которых он мог выручать, которым он мог помогать. Почему сухпайки, которые туда доставлялись за кордоном, машинами вывозилися в неведомом направлении. Ответов не получили. Ни комбриг Капачинский, ни командующий оперативного командования Север-генерал Колесник на КПП не вышли. С нами говорить тоже отказались. Мы попытались попасть в лагерь 80-й бригады. Он расположен на Яворевском полигоне. Туда нас тоже не пустили. Мол, проходят международные учения. Но оказалось, на самом деле похвастаться нечем. А это уже штаб командования Север, которому подчиняется 80-ка. Здесь, несмотря на бедность армии, в разгар АТО купили не оружие или аптечки. Военным понадобились дорогие окна на 3 миллиона. Тендерный скандал замяли, но на слуху теперь поездки семьи генерала Колесника. Все для фронта, все для победы. Это не актуально. Дочь и жена генерала ездят в магазины на машинах из воинской части. Видео нам передали сами военные. Узнать, как снабжается 80-я бригада, мы попытались и в Киеве. Теперь историю не только со слов командиров, но и подчиненных, знает министр обороны. Обещает разобраться, а заодно и проверить всех на детекторе лжи. Я уже не говорю про зраду, про співпрацю с розвитками иноземных держав Российской Федерації. Скажу вам отверто, что тех людей, которых я попросил, то детектор спрацов на 100%. Пока десантники выдвинули ультиматум, если поедут на Донбасс, то только с другими командирами. Двум братьям Олли только предстоит узнать все об армейском быте. Один пошел добровольцем, другого призвали. Ну и первого, и второго приходится одевать в семье. Все за свой счет, заявили в воинских частях. Это не склады Минобороны. Оля, чтобы одеть братьев, пришла к волонтерам. Выдали форму и берцы. Из его бригады, он там побывал два тижня, уже в хлопцах берцы поразлазилися. За все остальные бронники, каски, спальники, карематы, все купили за свои гроші. Половину майже дали мне волонтеры на двох хлопців. Министерство обороны отчитывается о готовности армии к зиме, о закупке спальников аптечек и формы. Куда-то, наверное, все это доходит. Но куда? Это история с военной жизнью всего одной бригады. История о подвиге и о предательстве. История пока с непонятным концом. Бойцы требуют справедливости. Хотя бы в память о тех, кто не дожил. Чтобы попросить о ней. Маме словно ночи, пламя свечи, во мне загорит. Мы в последний раз вспомнить о нас.